Это событие в поселке ждали с нетерпением не только дети, но и взрослые. Строить школу начали еще в 2018 году, но по ряду причин вот эксплуатацию затягивался. Теперь в этом огромном здании будут учиться почти 400 детишек. С песнями и танцами ребята открыли школу. Надо отметить, что мы долго к этому шли. Это путь был длиной в целые 40 лет, когда на этой территории у нас была в 1989 году заложена эта школа. И она была на самом деле маленькая, не совсем удовлетворяла сегодняшним потребностям Талгинца. Сутирзом того, что мы все разрослись и количество детей стало намного больше. Но прошли годы, была определенная проведена работа. В новой школе есть все, о чем мечтали ребята. Внушительный спортзал, просторный актовый зал и комфортная столовая. Все, что необходимо детям. Все классы в школе оборудованы по последнему слову техники, ноутбуки и современные проекторы. Здесь также есть медицинский кабинет, библиотека и мастерские, где ученики смогут проявить свои творческие способности и приобщиться к здоровому образу жизни. Сергей Меликов лично осмотрел кабинеты и пообщался с ребятами. Многие из школьников хотят заниматься спортом более профессионально, но пока в новом здании все необходимые условия для этого не созданы. Сергей Меликов поручил организовать спортивные секции и подарить учреждению инвентарь для занятий единоборствами и другими видами спорта. Ринг, маты, стойки для рукопрошенного ввода, перчатки, перчатки боксерские, мамы. Вот давайте мне список этот сделайте, и мы им первым сентябрях еще подальше. Оценивая темпы строительства школ в Дагестане, замминистра просвещения России Андрей Николаев отметил, что строительство школ и детских садов в республике – одно из самых масштабных в стране. Однако есть определенные проблемы. Все объекты строятся, и мы как раз с Сергеем еще эту тему обсуждали, еще будем обсуждать с четким графиком. Я думаю, что мы действительно должны в ближайший год совершить такой прорыв. Поэтому мы думаем, что он произойдет, и именно тогда как раз и люди ощутят действительно все эти масштабные строительства, потому что только по национальному проекту образования у нас здесь строятся 32 школы. По мнению Сергея Меликова, школа построена на высшем уровне, но есть моменты, которые нужно учесть в возведении новых образовательных учреждений. У нас, к сожалению, затягивание строительства и сдачи школ происходит потому, что, опять же, не решены вопросы с земельными отношениями. То есть земельные участки для строительства не только школ, но и других социальных объектов избираются очень неэффективно. В ряде случаев далеко от дорог, далеко от самих поселков. И вот мы уже дважды обращались в Министерство просвещения, один раз мы обращались к вице-премьеру Голиковой Татьяне Алексеевне с просьбой перенести вопрос, вернее, срок по сданию школы. Мне уже, на самом деле, неудобно, но, скорее всего, мы еще раз вынуждены будем обратиться, потому что не все построенные школы мы сегодня сможем обеспечить вот той инфраструктурой, которая есть. Переезд в новые школы учителя и ученики не стали откладывать до начала нового учебного года. В здании уже проходят занятия, и педагоги вместе с учащимися осваивают новое оборудование. Семерут Гамидова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ.